друзья давайте продолжим исследовать свойства функции вероятность мы доказали с вами что вероятность дополнения или отрицание события равняется единице минус вероятные события давайте докажем еще два способа какова вероятность пустого события пустого множества возможно вы угадали или догадались или предположили что это вероятный должна равняться но почему это так такой аксиомы нет давайте докажем это утверждение с помощью наших аксиом и предыдущих доказательств фактов который может оказать я приведу вам два доказательства до этого факта первое доказательство начнем с единиц единица эта вероятность полного множества событий вероятность омега но омега можно написать как омега объединение с пустым множеством соответственно единице равняется вот этой вероятности смотрите внимательно друзья у нас тут есть объединение двух несовместных множеств во множество которых нет общих элементов вероятность объединения двух несовместных множеств равняется сумме их вероятности но вероятность омега по аксиоме равняется единички что вы получили мы получили что один равняется 1 плюс вероятность пустого множества 1 и 1 с обоих частей равенства сокращается и мы доказали утверждение вероятность пустого множества равняется согласно это первое доказательство второе доказательство и более короткое согласно нового пользу используют предыдущие наши утверждения вероятность пустого множества равняется единичку минус вероятность дополнения пустого множества давайте напишем это согласно предыдущей теореме а что является дополнение к пустому множеству омега равняется 1 минус вероятность омега но ведь вероятность омега согласно аксиоме равняется единички 1 минус 1 0 2 способ доказательств иногда я буду показывать вам решение одной и той же задачи с помощью разных способов это помогает лучше разобраться в предмете и подумать иногда придумать даже дополнительные доказательства я думаю что часто стоит видеть различные способы решения одной и той же задачи но если там все понятно вы можете дополнительные коза с пропускать но я это не рекомендую еще одно утверждение которое хочу с вами доказать предположим событие и включено в событие то есть каждый элемент который находится в и также находится в пи нам на помощь приходит диаграмма пен два события и и события и впрочем в таком случае это значок стрелочка следует что вероятность события и она меньше или равна чем вероятность события если и включено битова вероятность меньше равна чем вероятность очевидно скажем так интуитивно вроде бы да но опять же надо это доказать давайте докажем давайте посмотрим внимательно на событие его можно представить следующим образом как состоящий из двух кусочков двух несовместных кусков прежде всего это событие и и вторая часть это by минус и это че части пи которые не находятся в и вот это запись событие множество и равняется множеству и объединение и минусы и это значок минус минус между множеством все то что находится в и находится в и отлично мы можем наложить значок вероятности на равенство слева и справа вероятность и равняется вероятности объединение этих двух множеств но они несовместны и вероятность объединение двух несовместных множеств равняется сумме вероятность мы получили что вероятность it равняется вероятности события и плюс вероятность события b минус и друзья что мы видим тут вероятность вероятность больше равна нулю вероятность не может быть меньше но соответственно вероятность равняется вероятности и плюс некое число больше равной нули отсюда следует что вероятность больше ли равна вероятности утверждение доказано в случае причину когда и является подножеством